Ситуация в непризнанном Приднестровье, расположенном на территории Молдовы, продолжает быть напряженной после нескольких дней обстрелов и взрывов. Напомним, 25 и 26 апреля на территории непризнанного Приднестровья была зафиксирована военная активность. Сначала местные силовики заявили об обстрелах Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе, а затем посыпалась информация о взрывах на территории местной телерадиостанции и, вероятно, военного аэродрома. Последнее не подтверждается официально, однако некоторые украинские политики уже говорят о возможной достоверности подобного события. Следует отметить, что непризнанная миром Приднестровская Молдавская Республика, находящаяся на территории Молдовы, весьма воспряла духом вскоре после заявлений российской стороны о целях своей спецоперации в Украине. Среди них и взятие под контроль южных украинских регионов, что могло бы обеспечить коридор к Приднестровью. Что именно происходит сейчас в этом регионе? По состоянию на 30 сентября известно, что на территории непризнанной ПМР действует красный уровень из-за вероятной террористической угрозы. Местные силовики несут службу в усиленном режиме. На выездах из населенных пунктов стоят блокпосты с вооруженными автоматчиками. При этом военные патрули на улицах пока отсутствуют. Не проводится и официальной мобилизации мужского населения. После первых нескольких дней, паняти, когда люди в спешке уезжали на подконтрольную Молдове территорию, ситуация улучшилась. Специальная эвакуация мирного населения также не проводится, даже с той территории, где ранее якобы фиксировались взрывы и стрельба. Впрочем, отдельного беспокойства местному населению добавляет тот факт, что руководителям предприятий и организаций было поручено проверить ракетное бомбоубежище. Это значит, что в Приднестровье не исключают возможность начала активных боевых действий. Среди интересных запретов невозможность использовать дроны. Уже с 1 мая любители полетать и поснимать красоты с высоты птичьего полета должны удержаться от подобной привычки. Разрешение на запуск такой птички можно получить только предварительно согласовав все с непризнанным МГБ. Пока ситуация в регионе более-менее стабильна, однако сетью уже разошелся документ, которым мужчин, живущих в Приднестровье, приглашают на специальные военные сборы. Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер. После серии провокаций власти непризнанного Приднестровья приняли решение объявить проведение внеочередного военного собрания, для того, чтобы якобы обеспечить занятость трудоспособного населения. Соответствующую информацию обнародовали в четверг, 28 апреля, в телеграм-канале Главного правления разведки Министерства обороны Украины, добавив, что так называемое Министерство обороны уже направило письмо о призыве к проведению военных собраний на территории ПМР главам местных администраций. В тексте документа указано, что целью собрания является обеспечение стопроцентной укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской Молдавской Республики, а также обеспечение занятости трудоспособного населения Республики. Кроме того, известно, что прибыть на собрание призывают только мужчин призывного возраста до 55 лет. Гражданам обещают денежные выплаты в сумме 2800 рублей, обеспечение вещами, питанием и необходимые условия для проживания. Предварительно сборы будут продолжаться в течение 90 дней. При этом некоторые украинские военные эксперты считают все попытки РФ усугубить войну в Украине еще и заварушкой в ПМР чем-то вроде политического самоубийства. Эксперт-международник и бывший командир одной из рот Айдара Евгений Дитий специально для Телеграфа проанализировал, чего ждать Украине от обострения на Приднестровье. Происходящее в оккупированных России и районах Молдовы, так называемом Приднестровье или ПМР, однозначно делается руками РФ и местных оккупационных властей. Украина пока абсолютно не заинтересована в каких-либо действиях в указанном регионе. Цель российских действий в Приднестровье определить трудно, поскольку действия РФ в последнее время все меньше руководствуются логикой, доступной психически адекватным людям, и соответственно все сложнее прогнозируется. С точки зрения военной ситуации, использование РФ контингента в Приднестровье для атаки на Украину, скорее всего на Одесском направлении, абсолютно не перспективно. Весь контингент РФ там составляет 6000 человек, из них 3000 нанятые по контракту местные жители. Боеспособность этой группировки ниже даже Одесской городской терробороны. А с ВСУ лучше даже не сравнивать. Бронетехники и тяжелого вооружения там тоже крайне мало. То есть попытка россиян наступать из Приднестровья имеющимися там силами на территории Украины была бы просто досадным самоубийством. К тому же для применения этой группировки РФ не требует каких-либо дополнительных объяснений, ведь с территории Приднестровья Россия еще в первый день войны произвела ракетные обстрелы территории Украины. Тогда зачем весь этот цирк с обстрелами и прочими атаками? Напрашивается дипотеза, что РФ может под предлогом защиты от украинских террористических атак официально признать ПМР, как прежде признала фейковая ЛДНР. И продать это как выдающуюся российскую победу к 9 мая, ведь других побед к этой сакральной дате пока не видно. Другие же эксперты в это время объясняют, почему Путин все-таки может пойти на Украину с Приднестровья. РФ может попытаться атаковать Одессу с трех сторон. Россия планирует связать украинские войска вдоль Приднестровья, после чего пойти в наступление на юг Украины. Об этом эксклюзивно в интервью Телеграфу рассказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по обороне и разведке Тиборг Роман Костенко, очертив несколько целей оккупационных властей, которых они планируют достичь в Украине. Цитата. Они пытаются сковать наши силы и средства. Мы действительно вынуждены держать часть войск возле Приднестровья, хотя могли бы перебросить их на оборону Одессы, Николаева или Востока. То есть движение там российских войск имеет целью максимально связать вдоль Приднестровья наши войска. Конец цитаты. Рассказал подробнее о первом плане россиян Костенко. Что касается второго сценария обострения на территории Молдовы, то в планы страны-агрессора входит захват южной части Украины. Российская армия хочет пойти в наступление на Одессу по трем направлениям. Сухопутное направление из Николаева, морской десант со стороны Одессы, а также попытка продвижения со стороны Приднестровья. Однако в последнем случае, убежден Тиборг, войска РФ в Приднестровье для украинской армии никакой угрозы не представляют. Однако он допускает элемент массированной атаки со стороны оккупантов. По словам Костенко, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что недавние провокации относительно якобы подготовки Украины к нападению на Приднестровье делаются для того, чтобы официально втянуть так называемую республику в войну России против Украины. «Они хотят создать иллюзию, что якобы жители Приднестровья защищают свою территорию, как это в принципе всегда происходило по российскому сценарию». Конец цитаты отметил нардеп. Кроме того, Костенко рассказал, что согласно одной версии, открытие фронта со стороны Молдовы необходимо Москве для того, чтобы получить дополнительный мобилизационный ресурс. Ведь открыто заявлять о необходимости общей мобилизации кровавый лидер Путин не хочет. Цитата. Если мы возьмем мобилизованных людей из так называемых ЛДНР, то это солдаты так себе, их даже солдатами не назовешь. Это путинское мясо. А здесь, имеется в виду в Приднестровье, будет полторы тысячи военнослужащих Российской Федерации и семь-восемь тысяч мобилизованных местных воинов. Путин четко осознает, что выгоды из этих воинов мало, поэтому он хочет замазать кровью всех. То есть, если они идут помогать Донбассу, как он считает, возможно даже присоединять их к России, то они должны что-то делать, чтобы не одна Россия была по локоть в крови. Конец цитаты добавил собеседник. На нашем канале мы и дальше будем следить за происходящими в Украине и России событиями. Подписывайтесь. До новых встреч.